Наука и технологии на телерадиоканале «Страна.ФМ». Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ» в эфирной студии Роман Шахов. И я не один, у нас сегодня замечательные гости. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Сергея Ивановича Вавилова, Российской Академии наук Ольга Валькова. Ольга, привет! Здравствуйте! Очень рады снова вас видеть, Ольга. Это заимно. У вас интересная книга и интересная тема у нас сегодня об интересном человеке. Да, мы... Расскажем? Расскажем. Мы сегодня поговорим о замечательной русской женщине, ботанике, ученом, путешественнице, художнике Ольге Александровне Фейченко. Вот, наверное... Есть книга, написанная Ольгой Вальковой. Ну, уже довольно давно. И есть портрет Ольги Александровны, который мы, наверное, покажем сейчас. Значит, чем Ольга Александровна прежде всего известна в мире науки и вообще, почему мы сегодня о ней говорим? Она была первая русская женщина, получившая международную награду за научную работу. В 1875 году Парижский географический конгресс присудил ей медаль за путешествие по Туркестану. Она известна как первая женщина, участник масштабной, очень знаменитой географической экспедиции, которая открыла новые земли, из которых, наверное, самый важный и крупный – это Алайский хребет. С его огромными горами, вершинами, знаменитыми. Она известна в более поздний этап своей жизни, как замечательный ботаник, специалист по флоре Памира, Туркестана, вообще Средней Азии, наставник очень многих молодых ботаников нашей страны, в том числе Сергея Ивановича Вавилова. Николай Иванович Вавилов, его брат, и Сергей был физик, прошу прощения. Смотрите, получается, что вообще в то время было сложно женщине пробиться куда-либо, в науку вообще, наверное, это был закрытый клуб, и она смогла это сделать. Каким образом? Да, вы знаете, ситуация была странная. В Москве было с 1805 года Московское общество испытателей природы, императорское, очень известное, солидное, издавало труды по-французски, посылало их по тысяче адресам во всем мире. Принимало только очень известных ученых. И вот в 1864 году группа молодых профессоров, наглых, дерзких, решила, что это неправильно, что страна у нас большая, чтобы изучить ее природу всю, от травинки до камешка до жука, надо народу много, и общество должно принимать всех. И организовало второе общество при Московском университете, общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. И настолько они уж были демократические, брали всех студентов, любителей и даже женщины. Даже женщины, небывальщина какая по тем временам. И, собственно, она вообще из каких сословий происходила, Ольга Александровна? Ну, ее папа был профессором Московского университета, Александр Осипович Армфельд. И как раз один из двух профессоров, которые проголосовали за то, чтобы допускать девушек в университеты в 1863 году. Молодец, папа. Молодец. Она как раз закончила Институт благородных девиц, Николаевский, в Москве, и могла бы поступить туда, учиться. Но вот не случилось. Но она работала в зоологическом музее, ну, как бы теперь сказали, волонтером университета. Встретила там бывшего студента и выпускника Фетченко, своего супруга будущего. Влюбилась, поженились и дальше стали научной парой. Какая она была по характеру, как вы думаете? Очень решительная. В своих научных работах она была очень скрупулезная. Она была безумно точной. Ботаники через некоторое время очень быстро научились замечать, что если они допустили какую-то неточность, где-то сфальшивили, поспешили, она тут же это заметит и отметит. И больше никто не смел. Любые ее замечания, вот, сто процентов, в жизни бесстрашны. Друзья, у нас тоже есть небольшое замечание. Давайте сделаем маленькую паузу, после которой непременно вернемся к этому разговору. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Хорошо, мы сегодня должны узнать историю, и в частности одного человека. Ольга Валькова в гостях у «Страны ФМ», доктор исторических наук. Говорим мы про Ольгу Александровну Фетченко, великого биолога и не только. Человека, который познавал и помогал познавать планету другим. Значит, вышла она замуж за своего мужа, тоже, я так понимаю, ученого. Выпускника Московского университета Алексея Павловича Фетченко. Наверное, можно показать его портрет. Давайте посмотрим, друзья. Вот это сама Ольга Александровна. И вот ее супруг сейчас появится в эфире «Страна ФМ». Я надеюсь, у вас есть возможность нас не только слушать, но и смотреть. Давайте подождем. Вот он. Ну, настоящий ученый. Красавец. Красавец, да, действительно. И в 1868 году общество, любители естествознания, в котором они оба состояли, направили их в Туркестанский край, в знаменитую туркестанскую экспедицию, которую финансировало государство под покровительством генерала Кауфмана, губернатора Туркестанского края. И только добраться до Ташкента заняло 53 дня. А как добирались тогда? Вот расскажите. Ну, железной дороги не было. До Нижнего Новгорода, до Самары там с крюком. А на подводах как-то там? До Оренбурга, в Кибитках, да. Три раза через Сардарью переправлялись, кувырком кувырялись со всем багажом. Через каракумы. И получается, все это время они записывали растения, описывали какую-то, составляли карту местности. И вообще была ли тогда карта, или они ее делали? Ну, до Ташкента была, но когда они начали путешествовать по окрестностям Ташкента, потом в Зиравшан, потом в Коканское ханство, конечно, они составляли карты, которые использовались и нашими политическими деятелями, которые были опубликованы и в Европе, принесли им известность. Кстати, когда они путешествовали в Коканское царство, именно Ольга Александровна, оно тогда еще не принадлежало России, именно Ольга Александровна составляла карты, потому что, ну, мужчинам не разрешали, а что делала женщина, не обращали внимания. То есть местные власти, они не особенно, ну, женщины и женщины что-то рисуют. Да, и их конвой, который был не русским, весь местным, он, да, рисует и рисует. Она была художницей экспедиции, она собирала ботанические коллекции, в общем и целом больше полутора тысяч видов растений, которые теперь находятся в крупнейших ботанических гербариях и садах всего мира. Смотрите, она, получается, собирала, видимо, неизвестные растения, и сама давала им название. Как это происходило? Она собирала растения и определяла их. Какие-то из них были известными, какие-то были впервые новыми. Знаете, в то... Получается, она творила науку тут же. Да, в то время была война ботаников за тот, кто успеет первым описать новые растения. Они соревновались. Это было, ну, стахановское соревнование. Кто успеет больше? Сегодня ботаник, который открыл новое растение, он герой, это чудо из чудес. Потому что уже все Ольга Александровна описала. Ну, не только она. Вот. Но Ольга Александровна описала примерно 226 новых видов, что, в общем-то, очень немало. Были люди, которые сделали больше, но очень немало. Объясните, как, если вы знаете, как они делали карты? Люди, которые сейчас ходят с приборами, и у этих приборов GPS, можно посмотреть со спутника. Как тогда человек с высоты, например, лошади, мог посмотреть или на гору надо было залезать? Нет, нет, нет. Они себе шли своим маршрутом. У них были тогдашние приборы без GPS для ориентации на местности. Компасы? Что за приборы? Компас, да. Они брали ориентиры специально. Ольга Александровна заходила за какое-нибудь дерево, как бы по своим женским делам и нуждам. Брала ориентиры и составляла, в общем, координаты. Такая разведывательная еще миссия, представляете? Да, она за это получила награду. Браслет с драгоценными камнями ценой 500 рублей. Это была большая сумма. Друзья, мы сейчас прервемся, на какое-то время оценим, сколько же это было, ну а потом вернемся. Оставитесь в компании «Страна.ФМ». Спасибо, Валерия. Дамы и господа, это телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас продолжается рубрика «Наука и технологии». Ольга Валькова, доктор исторических наук, по-прежнему у нас в гостях. И мы говорим сегодня об уникальной женщине. Про Ольгу Фетченко нам рассказывает Ольга Валькова. И эта женщина, она помогала исследовать большие площади нашего земного шара и описывала это в своих трудах. Они есть? Что это за материалы, книги? Диссертация была какая-нибудь, может быть? Нет, диссертации никакой не было. Не было никакого официального образования, кроме диплома Института благородных девиц. Но когда экспедиция завершилась, в 1873 году, общество хотело опубликовать ее труды. Материал был собран огромный. Ученые всего мира были заинтересованы, потому что край был совершенно неизвестный. Никто не знал. Напомним, какой край это был? Туркестанский край. Да, Туркестан. Как его стали потом называть русский Туркестан через некоторое время. И общество приступило к изданию трудов. Супруги Фетченко поехали в Европу, чтобы посмотреть, как это делается там, договориться о лучшей бумаге, о лучших типографиях. Предполагалось много рисунков. Я уже говорила, что Ольга Александровна была художницей. У экспедиции не было фотографа. Может быть, мы какие-то рисунки сейчас покажем. Давайте попробуем рисунки Ольги Фетченко. Это рисунки, которые были сделаны практически на коленке во время экспедиции в Туркестан. Да. Потом по ним были сделаны гравюры. Это окрестности Самарканда. Мы видим старинные постройки. Здесь же растительность в пустыне. Практически фотография. Очень красиво, очень талантливо. Потому что необходима была точность. Она их делала не для художественной публики, а для ученого мира, которые хотели знать совершенно точно. Вот это вот, если я не ошибаюсь, Ледни Кщуровского, который получил название впервые тогда, открытый. Красиво, красиво. И объем показан карандашом на это все дело? Да, карандашом, да. Литографии, потом и гравюры делались уже, конечно, в соответствующей технике. В оригинале здесь не очень видно. Они такого цвета сепии немножко. В коричневый цвет. В коричневатый, да. Это тоже ледник получается? Да, да. Ледники. Они описывали. Конечно, вот эти путешествия по горным тропам, узкие обрывы, обходы там выступающих скалам. Но многие считали, что женщина не справится, боялись, что зачем мы ее взяли. А как они жили там в этих экспедициях? Чем питались? Они же не могли с собой на столь длительный период брать провизию? Они вынуждены были. Когда они путешествовали по горам, они вынуждены были брать с собой провианты для себя, для лошадей. Жили в палатках. Больше того, когда их последняя экспедиция привела их к отрогам Памира, и они впервые увидели Памир, они безумно хотели идти дальше. Но киргизское начальство запретило, и в этом была разумная какая-то доля, не только политическая, потому что у них не было запасов. В Памире, на Памире невозможно было получить, не купить, ничего там не росло, то есть надо было все нести с собой. И тогда они вернулись, повернулись назад, и последние даже два дня возвращения голодали, настолько у них кончились все припасы. А сколько по времени они были? Сколько вообще экспедиций тогда длились? Ну, где-то месяц обычно длилось путешествие. Потом, в 1901 году, Ольга Александровна вернулась и прошла весь Памир верхом, уже не с мужем, а с сыном. Муж погиб в 1873. И три недели длилось их путешествие через весь Памир верхами. Это путешествие с какой целью? Тоже они что-то описывают? Тоже ботаническое. По его результатам вышла монография Флора Памира. Ее сын тоже стал известным человеком. О том, чем он занимался в жизни, друзья, мы расскажем очень скоро. Это телерадиоканал «Страна.ФМ», рубрика «Наука и технологии». Ольга Валькова сегодня в гостях у «Страны.ФМ» и слушаем интересные вещи. Не переключайтесь. «Наука и технологии». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Наука и история у нас сегодня и ботаники, и география. Все, друзья, в этом часе. Доктор исторических наук Ольга Валькова на телерадиоканале «Страна.ФМ». Про Ольгу Александровну Фетченко мы сегодня говорим, про выдающегося ученого. И остановились на том, что у нее тоже сын. Сын тоже стал человеком известным в мире науки. Да. Борис Алексеевич Фетченко родился в Европе во время их европейской поездки в 1872 году, как раз когда они готовились к путешествию на Памир и к публикации трудов своей экспедиции. И так получилось, что в 1873 году, через год, во время этой подготовки в местечке Шамуни, Ольга Александровна отпустила своего мужа изучить гору и ледник. Первый раз одного. И он погиб, к сожалению, в горах. Вот. Она вернулась с маленьким сыном домой, занималась воспитанием сына и много лет изданием трудов экспедиции. Причем это был первый огромный издательский проект, который финансировало государство, которое возглавляла женщина в нашей стране. Последние тома трудов выходили аж в 1901-1902 году. И было больше 24 выпусков. Издано флоры, фауны, антропологический том, который очень котировался во всем мире. Причем впервые, совершенно сознательно, это было издано по-русски. А до этого как делали чаще всего? До этого в основном все труды издавались либо по-французски, либо по-немецки научные, чтобы быть доступным европейскому сообществу. Общество любителей естествознания антропологии сознательно сказало, что те, кто хотят читать наши труды, могут выучить русский язык или могут их перевести. Это была сознательная политика. В работе участвовало очень много европейских ученых, которые обрабатывали коллекции, и они переводились потом на русский язык. Что касается сына, он впоследствии чем занимался? А сын стал ботаником. Когда он подрос, они начали путешествовать вместе. И первые их ботанические путешествия были в Уфу, в Уфимскую губернию, в Крым, Кавказ, Закавказье, а потом снова Туркестан и вот Памир. Все по теплым местам, все хорошо. Да и все по теплым местам. У них очень много совместных трудов. Вот Флора Памиров, Флора Средней Азии. Он очень много лет потом возглавлял гербарий ботанического сада в Санкт-Петербурге, спас его во время Великой Отечественной войны, во время блокады, не эвакуировался и уже был очень пожилым человеком. Ученики говорили, что даже во время бомбежек не уходил из кабинета. Но, в общем-то, он до сих пор живет, здравствует этот ботанический сад и его гербарий. Один из самых лучших в Европе в том, что касается туркестанского отдела, в котором лежат коллекции Ольги Александровны. Ольга Александровна, как вообще восприняла революцию советскую власть вот в этом? Как ее труды оценили пришедшие к власти большевики? Она была уже очень немолодым человеком к этому времени, и у нее был свой акклиматизационный ботанический сад. У нее было имение Ольги на Можайской уезде Московской губернии. Это сад акклиматизационный, где она занималась научной работой с растениями. А что значит акклиматизационный? Это как? Она приспосабливала к нашему климату растения из теплых чужих краев. А зачем? Чтобы они могли тут расти и нас радовать. Ну, пример такого растения. Она занималась, изучала роды лилийных, разные лилии, реморусов, и разводила... Декоративные какие-то. Декоративные, да. Которые обычно-то любят теплые края, ну, как и мы с вами. Но которые с тех пор растут у нас здесь, и каждый может у себя на даче посадить. Она посылала семена, выращенные в своем саду, во многие учебные учреждения. У нее просили даже дворцы великих князей, и ботанический сад Кью, знаменитый в Лондоне, и в других. И публиковались работы о роде реморусов. Она издала монографию, про которую было масса рецензий в зарубежной прессе. Писали, слава богу, по-немецки, слава богу, не по-русски. Американцы потом переиздали уже в середине 20 века и у себя в Америке. Классический труд. Но, когда пришли к власти большевики... Вот что было потом, мы узнаем очень скоро. Оставайтесь, не переключайтесь. Друзья, не молчит сегодня со мной в эфире телерадиоканал Страна ФМ, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Сергея Ивановича Вавилова, Российской Академии Наук, Ольга Валькова. Мы говорим про Ольгу Фетченко, про известного ученого. Она дожила до революции и пришли большевики. Что было дальше? Ну, у семьи Аренфельд, ее родительской семьи, были долгие отношения с революцией. Два ее младших, брат и сестра, были революционерами-народниками. Оба были арестованы, да. Брат умер в тюрьме, сестра, ну, сидела несколько раз и несколько раз арестовывали, в том числе, предъявляли обвинение за то, что она переодевалась крестьянкой. А чем, кстати, они занимались, кроме революционной деятельности? Да ничем, они были молодые еще, учились только, ничего не успели сделать. Студент, студентка. Вот, и в конце концов она попала, ну, на какую-то нехорошую квартиру, была облава, убили полицейского, ее приговорили к каторге. Семья дружила с Толстым, Львом Николаевичем, тот ходатайствовал, и говорили, помилуй им, только признай, что ты виновата. Не, не признала. Вот, когда она сидела... Максимализм, да. Да, когда она сидела в бутырке, ее мама, светская дама, купила участок земли рядом с бутыркой, наняла людей, чтобы они подкуп прорыли, чтобы дочку, вот, но не успели, отправили дочь в Сибирь, она там погибла. Сын, вот, Борис Алексеевич, Фетченко, тоже в 90-е годы участвовал там в студенческих всяких делах и волнениях, так что она не очень одобряла всего этого дела, семья пострадала, хотя из тюрьмы свою сестру она выкупала в свое время там, ну и все такое, но когда начинались волнения в ее районе рядом с ботаническим садом, она говорила, не, меня никто не тронет, я сплю под подушкой пистолета у меня, всех перестреляю, она не волновалась, сын ее просил уехать в Петербург, где они жили уже постоянно, она не хотела оставить свой ботанический сад, по указу большевиков же все имения были конфискованы сразу же, она пыталась организовать так, чтобы он стал частью подразделения ботанического сада Петербургского научного какого-то института, но это не получилось, не знаю почему, пытались, но никак, она к этому времени уже была академиком, ее избрали в 1906 году членом-корреспондентом Академии наук императорской, первая женщина, которая по естественному отделению была избрана, но не получилось, она вернулась в Петербург и в 21-м году ушла из жизни, работая до последнего дня, хотя уже была почти слепая, но вот ее публикации в журналах и ее научные труды выходили. Как-то сейчас эти публикации используются научным миром? Да, вы знаете, у нас же теперь мы все отчитываемся, у нас рейтинги, кто сколько кого цитирует, и теперь появились электронные базы данных, куда заносятся публикации. Рейтинг Фетченко есть? Да, я не так давно уточняла какую-то ссылку, и в эти базы данных публикаций заносятся и старые научные труды, и да, если кто-то на них ссылается, то автоматически там это все учитывается, до сих пор ссылаются. Потомки какие-то сейчас живы, Ольги Фетченко? У нее, у ее сына был один сын, Алексей, достаточно поздний, поздний ребенок, родившийся где-то около 1916 года. Его следы были до 30-х годов, после чего пропали, и, к сожалению, в нашей стране это характерно, когда следы около 30-х годов могут пропадать. Друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, надолго не пропадаем, потом вернемся, не переключайтесь. Вдвоем с доктором исторических наук Ольгой Вальковой мы находимся в студии телерадиоканала «Страна.ФМ» мы говорим сегодня про уникальную женщину, про Ольгу Фетченко, и у Ольги есть книга, посвященная этому ученому. Расскажите, пожалуйста, как возникла история о написании этой книги, что стало причиной? Да, мы с нее начали. Ну, как-то так получилось, что еще с очень, когда я начинала свою работу, мне все время попадала семя Фетченко, и я все не знала, кто это такой, ну, попадалась по разным поводам, и мне захотелось выяснить. И оказалось, что Алексей Павлович Фетченко очень известен для меня. Это было в Нове. Про него есть четыре, наверное, книжки только, в том числе в этой же серии, в таком же оформлении, еще в 60-е годы вышла книжка. Большие разделы в книгах по истории Средней Азии, про его туркестанские экспедиции безумно знамениты, про нее очень много писали. Но про участие Ольги Александровны в ней не писали. Одной строчкой сопровождала мужа, или один абзац, что собирала ботанические коллекции. То, что она была равноправным участником, то, что во всех письмах официальных экспедиций писалось, что вот сопровождает мужа как ученый же впервые в нашей истории. То, что не муж ее отпускал в экспедиции, а она мужа отпустила в экспедицию в одну, к сожалению. Да, ну, грудной ребенок был. Вот. Мне показалось, что это несправедливо. Тем более, что вот ее муж погиб так рано, а у нее была жизнь больше 80 лет, и полная научная работа уже и без мужа. И все мне показалось, что несправедливо, что надо о ней написать. Получается, это единственная книга? О ней единственная книга, да. Несколько статей опубликованы в разное время. Ее сын в 26-м году опубликовал выпуск журнала, посвященный ей и большой статью и некролог. Но книга единственная, да. Как вы над ней работали? Где вообще информацию можно было найти? И можно ли найти сейчас книгу эту где-либо? Ну, книга, наверное, была в продаже, и она вышла уже 10 лет назад, больше в магазинах серии академической книги, издательства «Наука». Она вышла в серии научно-биографической литературы, очень известной нашей. Работала я по архивным материалам. Сохранились архивы семьи Фетченко. Супруга Бориса Алексеевича отдала их в архив Академии наук, в Санкт-Петербургский филиал, где они лежат, фонды самой Ольги Александровны, ее мужа, ее сына, переписка, много документов, научных трудов. Ее письма к другим ученым сохранились в некоторых архивах в Москве и в Ленинграде. Так что здесь материал такой вот ранее не публиковавшийся. Я надеюсь, Ольга, что можно эту книгу хотя бы в электронной версии найти, если заинтересуются люди. Ну, попытаться, в принципе, можно. Вообще-то она была раньше в сети, я надеюсь, что может быть можно. Если она была в сети, как говорит Николай Васильевич Гоголь, все, значит, она оттуда уже никуда не денется. Дай бог. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся в эфире Страна ФМ и поговорим о многих разных интересных вещах. Большое спасибо. Спасибо за приглашение. И я надеюсь, что в следующий раз мы тоже выберем какую-нибудь интересную тему, тему незаезженную, как у нас с вами это получается. Друзья, доктор исторических наук Ольга Валькова была в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Сегодня у нас была наука, сегодня у нас была история, сегодня были у нас технологии, пусть и прошлого, но, тем не менее, технологии интересные. До новых встреч, дорогие друзья. И, Ольга, спасибо. Приходите к нам еще. Пока. Наука и технологии на телерадиоканале Страна ФМ.